Как всегда в это воскресное время в эфире телеканала ПС программа городские подробности с вами Артемий Заварзин. Здравствуйте. На этой неделе в Архангельск прибыл полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин. В ходе своего визита он посетил детский сад на улице Розу-Люксембург, который совсем скоро готовится открыть свои двери для малышей Архангельска. 117-й детский сад начинал работу как ведомственный после закрытия. Несколько лет пустовал и только по предложению мэрии областного центра объект был включен в федеральную программу строительства и реконструкции детских садов. Мы строили по применению покупок. Деньги вы доделаете, мы покупаем. То есть мы получаем от правительства готовые детские сады. Сегодня в здании детсада продолжается оборудование групповых помещений, спортивного и актового залов. А на территории уже проведено благоустройство с установкой веранд и игровых зон. Детсад сможет принять 280 ребятишек. Указом президента мы должны обеспечить ребят с 3 до 7 лет. Такая задача города Архангельска выполняется уже 3 года. Более скажу, что мы уже принимаем ребят с полутора лет, с двух лет ясельные группы. Наибольшее все-таки сегодня, то есть мы тему трехлетних ребят закрыли уже давно, работаем по уменьшению возраста с полутора до двух. Дух наибольшая потребность, особенно ребят, которые к двухлетнему возрасту, 2-2,5. Таких на сегодняшний день 1905. Работу по новым местам детских садов мы уже ведем планомерно в течение уже 8 лет. Первое, что мы сделали, конечно, это выкуп детских садов, которые находились в вином ведении, возвращение в систему дошкольного образования, их ремонт. И за эти годы мы, ну, один, а то и два детских сада возвращали в дошкольное образование. И вторая большая тема была, это внутренние резервы детских садов, мы убрали там административные помещения. В итоге за совершенно небольшие деньги нам удалось открыть 3 тысячи детских мест уже за счет внутренних резервов. Ну, кроме того, строительство новых детских садов в Соломболе, мы в Северном округе, мы пошли по пути частного государственного партнерства. Ну, конечно, дорожная карта, федеральная программа очень помогла в части ремонта детских садов. Мероприятия дорожной карты в ближайшие годы помогут создать в Архангельске более двух тысяч новых мест в детских садах. Таким образом, очередь в дошкольные учреждения для детей от двух до семи лет будет ликвидирована. Продолжая реализацию первого этапа дорожной карты, Архангельский муниципалитет подал в федеральную программу заявку еще на три объекта. Особая потребность есть в Соломболе, и мы там будем строить детский сад, даже, может быть, два детских сада. Один на 200, там, с чем-то мест, 220, наверное, типовой. Вот второе, 140 мест. И Майская горка, район там развивается, необходим тоже детский садик. По социальному партнерству со строителями они нам подарили, подготовили, подарили проект. Мы его привязываем сейчас к месту. Это на 300, 320 ребятишек. Вот ближайшие задачи, которые решает город Архангельск. К другим темам. В Архангельске на завершающий этап вышла реконструкция стадиона Дю США номер 6, что в Северном округе. В прошлом году там были смонтированы мачты освещения, дренажная система и основание стадиона. А совсем недавно там появилось футбольное поле с искусственным покрытием. Ход работ на спортивном объекте во время рабочей поездки проверил мэр Архангельска Виктор Павленко. Этот проект не имеет аналогов как в городе, так и в регионе. Площадь 20 тысяч квадратных метров, стоимость более 100 миллионов рублей при софинансировании из муниципального, областного и федерального бюджетов. Проект устройства поля был выполнен с учетом рекомендаций Российского футбольного союза. В области будет впервые такой стадион, который будет многофункциональный, где можно будет проводить легкотерические соревнования. Проводить соревнования можно будет с апреля по октябрь, что особо значимо в условиях Севера. Полностью приспособлена к северной погоде и дренажно-ливневая система. После недавних дождей на футбольном поле не появилось ни одной лужи. Скоро масштаб работ смогут оценить все горожане. Заканчиваем монтировать хоккейный корт и осталось смонтировать верхнее покрытие резиновых беговых дорожек. И на этом наша задача будет окончена. Помимо бегунов и футболистов, стадион откроет двери для любителей тенниса, баскетбола и даже тяжелой атлетики. За спортивными баталиями смогут наблюдать и зрители. Муниципалитет выделил дополнительно более 7 миллионов рублей на капитальный ремонт трибун. Чуть больше года назад город Архангельск вошел в федеральную программу развития физкультуры и спорта в Российской Федерации. И в рамках своей программы развития физкультуры и спорта в городе Архангельске мы получили финансирование достаточно большое, 135 миллионов рублей, на строительство стадиона здесь в Северном округе. Вот работы близятся к завершению. Вопрос стоял в прошлом году укладки на зиму искусственного покрытия на этом стадионе. Но все-таки мы решили, обратились в правительство области, нас поддержали. Ассоциация наша спортивная по футболу оценивает очень высоко, проверила качество. Доволен, строители отработали хорошо. Но будем ждать официальное открытие этого спортивного комплекса. Помимо Архангелогородцев погонять мяч на новом поле смогут и участники Чемпионата мира по футболу 2018 года. Стадион станет одной из его тренировочных баз. В ходе рабочей поездки мэр Архангельска Виктор Павленко побывал в Ломоносовском и Соломбальском округах. Там градоначальник проинспектировал капитальный ремонт деревянных домов, которые муниципалитет проводит в рамках исполнения судебных решений. Елена Матвеева с подробностями. Финальные штрихи кистью и цокольное перекрытие дома 51 по улице Советской полностью обновится. Крыша, тротуар и крыльцо уже прошли модернизацию. При финансировании с городского бюджета в 2 миллиона рублей. Подрядчик также заменил свои полы первого этажа. Как жильцы оценивают? Жильцы относятся очень хорошо. Ремонт ждут. Уже, видимо, давно ждут. Поэтому с радостью воспринимаются к косметическому своему ремонту. Капитальный ремонт и в доме номер 29 по улице Урицкого, который в этом году отметил 85-летие. Деревянное здание за свою солидную историю сильно обветшало. Специалисты подрядной организации полностью обновили кровлю. Сегодня завершают замену свайного основания. В этом году взяли на себя ответственность, начали раньше. Пришлось землю где-то долбить, потому что промерзшая была. Но зато в теплый период где-то жильцы остаются в квартирах. В квартире, где разобраны полы, жить в декабре не очень хорошо. Поэтому мы будем стараться в этом году как можно раньше закончить. Проведение капитального ремонта отныне зоны ответственности регионального оператора, который фактически не приступил к работе. А согласно областной программе, дом номер 29 на улице Урицкого стоит в очереди на капремонт в 2026 году. Безусловно, времени ждать нет. И в этом году на выполнение неотложных работ мэрия Архангельска предусмотрела средства в городском бюджете. В этом году это 109 миллионов рублей, это 29 домов. Мы понимаем прекрасно, что они точно не дождутся того капитального ремонта, который собирается осуществлять оператор. Ну, скажем, для примера, по этому году в капитальный ремонт у оператора только 22 дома по городу Архангельска. Поэтому некоторые там дома расписаны аж до 1938 года. Мы будем продолжать исполнение судебных решений, будем продолжать. На дом, вот такого рода дом, двухподъездный, деревянный, где-то от 3 до 5 миллионов рублей. Подрядчик работает хорошо, находит управляющая компания, находит контакт с людьми. Нет нигде конфликтов, вот работы идут полным ходом. Работа, срок будет закончена, потому что конкурсы проведены вовремя. И сейчас, думаю, за летний период дома будут поддержаны. Из 29 домов четырех работы завершаются. Капитальный ремонт остальных муниципалитет продолжает. Работы ведутся на улице Урицкого, а также Розу и Люксембург. 90% домов Архангельска подключены к горячей воде. В остальных идут работы по устранению дефектов. Таков итог прошедших гидравлических испытаний. Хотя сегодня городские власти обеспокоены скорее не масштабами, а сроками работ, которые проводят энергетики. Причем проводят не всегда с соблюдением правил благоустройства. Этот вопрос стал центральным на совещании в мэрии Архангельска. 46 незакрытых ордеров на проведение земляных работ. Столько, начиная с 2011 года, числится за компанией ТГК-2. При том, что сроки восстановления благоустройства переносились 235 раз. Причину такого положения дел руководство предприятия видит в нехватке финансов. В первую очередь из-за долгов недобросовестных управляющих компаний перед ТГК. Безусловно, большой вклад муниципалитет внес в организацию прямых расчетов. И 85% управляющих компаний сегодня действительно находятся в системе прямых расчетов. Однако на рынке продолжают работать фирмы, которые не только позволяли себе вывод денежных средств в прошлом, но и продолжают это делать сегодня. Однако в этом вопросе городские власти принципиальны. Законодательством давно определены механизмы взыскания долгов с неплательщиками. Наличие задолженности по управляющим компаниям, по нашему мнению, оно не должно влиять на текущий статус по выполнению ремонтных компаний и, соответственно, восстановлению благоустройства. Восстановление благоустройства – это и требование федерального законодательства. Согласно ему, проведение земляных работ в телепроезжей части невозможно без заключения договора с муниципалитетом. Так, работы по благоустройству будут гарантированы документально. А пока лицо нашего города из-за безответственности и расхлябанности ТГК изуродовано траншеями, которые энергетикируют то там, то тут и не спешат за собой наводить порядок. Жилая зона Роза-Лесенбург-5. Ордер от 2013 года продлевался он по различным видам работ 6 раз. Перекресток проспекта Водного канала, Воскресенская. В марте проводилось разрытие без открытия ордера. Подана новая заявка на проведение земляных работ. Остановление благоустройства до конца июня. Надеемся, что сделано. В принципе, асфальт, наверное, уже можно укладывать. Также обводный канал в районе здания 103 земляные работы на данном участке проводятся регулярно ежегодно. Улица Шубина, ТРЕ. Значит, также работы выполнялись. К сожалению, скажем так, надлежащим образом дорожное покрытие не восстановлено. Мы обращались также несколько раз. В рамках гарантийных обязательств восстановить дорожное полотно, к сожалению, это не выполнено. Здесь мы хотим показать некий процесс производства работ. То есть, если вы видите, работы выполняются, но надлежащие мероприятия по организации прохода, ограждения, они, к сожалению, не выполнены. Ремонт теплокамеры на улице Гагарина ТГК-2 также проводил, не заключив договор. Думаю, что мы в дальнейшем конструктивно будем работать, потому что, как видите, есть работать над чем. Меня, прежде всего, там, из ближайших моментов интересует работа Надзержинского, поэтому давайте в рабочем порядке, все-таки заключая договор, определяться, как будет идти ремонт, графики ремонта. Мы тоже понимаем, что сорвать подготовку – это ни в коем случае нельзя. Но и более 14 дней продержать людей без воды тоже нельзя. Как нельзя оставлять без внимания и работы на существующих объектах. На личном контроле мэра Виктора Павленка качество и оперативность устранения разрытий, особенно на дорогах и пешеходных тротуарах. На самом деле мы ничего незаконного не требуем. Требуем о том, чтобы работы производились в срок раз, и потом благоустройство после этого производилось, особенно, что касается, конечно, дорожного покрытия. Нам сегодня в договорных отношениях нужно устанавливать сами. Партнеры договорились о том-то, за какой срок они сделают, для того, чтобы цель-то одна, чтобы люди получили тепло и горячую воду вовремя. Вот и все, цели-то другой нет. Ну, вроде как, сегодня мы очередной раз нашли консенсус, да мы всегда конструктивно работали. Сегодня и Вадим Алексеевич подтвердил, 85 управляющих компаний с помощью нас работают на прямых договорах. Это две компании осталось, и то мы готовы, делаем все для того, чтобы они тоже перешли. Просто надо компромисс. Вот иногда все-таки вот ТГК-2 иногда не идет на этот компромисс. Вот пример этих двух компаний как раз показывает это. Мы всегда законструктив. Поэтому, думаю, что и уверены, уверены в том, что мы будем в графике как по подаче горячей воды, так и по подготовке к зимнему периоду. Подготовка к грядущей зиме контролируется городскими властями ежедневно. Сегодня завершается устранение дефектов на котельных поселках экономия и лесная речка. Энергетики на этой неделе приступают к капитальному ремонту сетей в Октябрьском округе. Возможно ли превратить Архангельский двор в место для отдыха и сделать его предметом ландшафтной архитектуры? Возможно. Это в очередной раз подтвердили участники ежегодного городского конкурса «Лучший Архангельский дворик». Мария Воробьева с подробностями. Для старосты дома 16, корпус 1 по улице Суворова Сергея Мироненко даже не погода, не причина не брать в руки хозинвентарь. Десять лет назад под началом Сергея Григорьевича двор превратился в настоящий мини-парк с аккуратными заборами и ухоженными клумбами. Староста признается, свой двор он любит всей душой. И это чувство с ним разделяют все члены своеобразной дворовой семьи. Это вот хочется мне сказать Калашников Василий Васильевич Котовый. Делает клумбы, красит заборы, красит фасады. Нам вот сейчас с той стороны помогает очень хорошо. Помогает Кузнецова Надежда Дмитриевна, отлично наш жилет собственник. Она занимается садом у нас постоянно, высаживает цветы. Дружно выходим, да, приобрели весь инвентарь, который необходимый, нужен для ухода. За звание «Самый уютный двор» впервые борются и жильцы Смольного Буяна-23. Колокольчики, незабудки и рис, анютины глазки. Все прижилось на дворовом участке под заботливым присмотром жителей многоэтажки. В полисаднике поселились сказочные персонажи, а впереди у жильцов еще много творческих планов. Благоустроить за домом нам еще хочется. Чтобы у нас за домом был заборчик небольшой. Посадили мы в этом году уже туда черноплодку. ТСЖ Новгородский 35 в прошлом году стала первым в номинации «Лучшая управляющая организация жилищным фондом» и вторым в конкурсе «Лучший дворник». Теперь жильцы борются за победу в номинациях «Лучший дворник», «Лучшая управляющая организация» и «Самый уютный двор». Мы с братьками сделали поделки. Это лягушка, зайчик, кошка и ежик. Нам потому что нравится жить в этом красивом двору. Жить не только в таком дворе, в таком городе хочется. И таких летних парков по всему Архангельску сотни. Выбрать лучшие непростая задача муниципальной комиссии, главных инициаторов традиционного конкурса «Лучший архангельский дворик». Наличие клумб, лавочек, убранных тротуаров, чистых мусорных контейнеров. По этим критериям свои оценки выставляют экологи, архитекторы, представители департамента городского хозяйства и администрации округов. «Уже мы видим в оформлении и проявлении наиболее качественной такой выдумки очень много живых цветов. Надо, конечно, сказать всем спасибо за то, что они приняли участие». Из 30 дворов и двориков выберут только 5. Авторов неповторимых ландшафтов наградят 28 июня в День города. В нашу гавань вновь заходят корабли. Но впервые у причала морского вокзала швартуется судно такого класса – трехмачтовый парусник «Мир». Фрегат прибыл в поморскую столицу для участия в торжественных мероприятиях Дня России и морского фестиваля «Морфес-2015». Экипаж судна архангелогородцы торжественно приветствовали утром в этот четверг. Они ступили на Архангельскую землю, проделав большой путь из Санкт-Петербурга и перейдя через Полярный круг. Для многих курсантов знакомство с Белым морем было впервые, тем более в составе экипажа такого судна. «Я поступил в Макаровку, это была моя мечта уже с дальних лет, на нем пройти. И вот сейчас мечта сбывается». Эмоции не скрывали и архангелогородцы. Появление такого парусника в порту города воинской славы – событие историческое. «Тем более перед собором, перед нашим, стал такой хороший парусник. Конечно, ребята очень прекрасны. Сюда приходят наши морские суда, для того, чтобы здесь показать, посмотреть на них». Прибытие парусника «Мир» станет украшением не только предстоящего празднования Дня России, но и седьмого молодежного фестиваля «Морфес-2015», в открытии которого примет участие и экипаж мира. «И сейчас они могут более тесно пообщаться, познакомиться с красотами Архангельской земли, с замечательным народом. Мы очень рады, что вот такой духовно-патриотический поход, вот этот первый этап, он завершился». Теперь начинается этап не менее важный – знакомство горожан с историей парусника. На экскурсии все желающие могут попасть уже завтра, в День России. «Для Архангела-Городца это действительно праздник, потому что здесь традиции наши морские чтят. Это город воинской славы, первый порт России, как я уже говорил, и родина Андреевского флага, и российского Триколора. И вот пятилетие нашего замечательного федерального университета, и в канун Дня России вот такой замечательный подарок. «Это будет еще раз приумножать и возвеличивать величие нашего первого порта России, города воинской славы Архангельска». В субботу, 13 июня, парусник Мир посетит патриарх московский в Сеяруси Кирилл, который прибудет в Архангельск в рамках празднования 25-летия канонизации святого Иоанна Кронштадтского. Мы представили вам некоторые итоги уходящих семи дней. До встречи в следующее воскресенье на телеканале ПС. Субтитры подогнал «Симон»!